Итак, на минувшей неделе российские телезрители определились с выбором. Самые авторитетные российские журналисты это Владимир Соловьев, Владимир Познер и Андрей Малахов. Не вдаваясь в личностные особенности всех перечисленных героев и не оценивая их профессионализм, я думаю, что этого не стоит делать. Тем не менее, нам есть о чем поговорить. Соответственно, у меня в гостях журналист Константин Семин. Привет. Здравствуйте. И у меня в гостях пока пустой стул по причине того, что по Москве сейчас очень достаточно сложно передвигаться. Но мы будем надеяться, что этот стул займет журналист Максим Шевченко. Воспринимаем его в качестве журналиста. Тема журналистская. Скажи мне, пожалуйста, авторитет журналиста, авторитет политика, авторитет педагога, он чем определяется? Я думаю, что он определяется в первую очередь связью этого человека. Он человек, как ни крути, он остается человеком, даже превратившись в образ из-за экранной реальности. Связью с реальностью повседневной. С тем, насколько он остро чувствует происходящее за пределами телевизора. Насколько он связан с людьми, ради которых он работает. Я думаю, что никакого другого критерия не существует. Константин Семин. Журналист. Телеведущий ВГТРК «Россия». Автор программы «Агитпроб». Агитация и пропаганда телеканала «Россия-24». Марксист. Как вот нейронная какая-то сеть транслирует все эти импульсы, болевые или радостные импульсы, приходящие снаружи, и позволяет человеку в телевизоре увидеть, в том числе то, что он наблюдает за окном, то тогда этот человек заслуживает уважения, доверия. И, наверное, это единственное, ради чего человеку в телевидении и в журналистике вообще стоит находиться. Ну, ты согласен с тем, что доверие и уважение – это совсем не то, что авторитет? Пожалуй, да и к слову доверие можно придраться, потому что доверие же может быть ложным. Это может быть манипулятивное доверие, когда ты доверяешь, смотришь с открытым ртом и воспринимаешь все, что говорят тебе те или иные люди с экрана, как данность, не ставя это под сомнение, а в действительности тобой просто играют, тебя снабжают непроверенными сведениями и тобой пытаются манипулировать. Поэтому доверие тоже такая штука многогранная. Да, есть большая разница, моральный авторитет и доверие – это тоже, наверное, не синонимы. Любой журналист – это не только человек, который находится в прямом диалоге со своим зрителем, слушателем или читателем. Это в первую очередь наемный работник, человек, который отражает интересы того или иного класса, которому он служит, от которого зависит материально в том числе. И иногда, а чаще всего, журналисты для того, чтобы продолжать сохранять беспристрастность или честность, или быть искренним в эфире или на страницах газет, ему необходимо идти против воли работодателя. Для этого требуется определенное мужество, которое есть далеко не у всех журналистов. И наивно требовать от журналистов этого исключительного мужества. Поэтому главное, что мы должны осознать, коль скоро мы уж находимся в антураже красного телевидения, мы должны помнить, что журналистика, пресса, средства массовой информации – это такая же обслуга правящего класса, как и любая другая отрасль общественной жизни нашей. Как юстиция обслуживает правящий класс, так и журналистика это делает. И здесь нет ничего древнейшего, они равны древнейшей профессии. Мне тут подсказывают Максим Леонардович у нас на подходе. Он как один из главных застрельщиков политического ток-шоу на Первом канале. Нам очень любопытен. Ну вот, собственно, к нам присоединяется Максим Леонардович. Я предупреждал, что я болею, у меня буквально сюда. Нет, вы не думаете. А что так? Гриф. К нам присоединился Максим Шевченко. Здрасте. Вас ждали как эксперта, главного, можно сказать, создателя, истоявшего у истоков политического ток-шоу на федеральных каналах. Зачем вы создавали эту гидру, Максим? Ну, я создал, потому что была технология, было интересно. На самом деле, судить сами было совершенно новым словом в телевидении, когда до этого считалось, что ведущий должен быть нейтральным, хотя никто не был нейтральным, ни Сорокина, ни Киселев никогда. Ну, это выдающиеся журналисты, великие такие телеведущие. У меня, кажется, к ним только уважение. Максим Шевченко – журналист, телеведущий, общественный деятель. Доверенное лицо кандидата от КПРФ Павла Грудинина на президентских выборах 2018 года. Ну, я вообще же не был профессионалом. Я когда попал на Первый канал, я страстно как бы реагировал на происходящее в студии. И это сначала воспринималось всеми как некое нарушение правил, а потом внезапно это стало неожиданной фишкой, это стало давать рейтинг. И дальше, как я видел, это благодаря, конечно, и таланту Эрнста, и Писарева, значит, замгендиректора Первого канала, они просто открыли, я считаю, совершенно новый формат политического ток-шоу, когда ток-шоу – это фактически сериал с одними и теми же гостями, которые воспроизводят конфликты, драмы, страсти. Про каждого известно, что он будет говорить. А зачем? Не главное, вот в мое время, знаете, у нас были… Ну, как зачем? Дело в том, что телевидение – это же очень маленький сегмент аудитории. На самом деле, телевидение смотрит не больше 25%. Вот политические ток-шоу смотрят, ну, я думаю, 20% – это просто огромное что-то невероятное. Наверное, Путин, когда выступает. Там десяток процентов населения страны. Я, например, телевизор уже лет 10 не смотрел, вот не включал. У меня просто дома нет телевизора даже. Вот есть экран, но я с айпада транслирую, там, ну, какие-то сериалы смотрю. Если мне надо что-то посмотреть, допустим, вот Костину программу, я не телевизор буду включать, а я на айпаде посмотрю. Если вдруг мне лень смотреть маленький, я через Айпл-ТВ это транслирую на экран большой. Но я целенаправленно знаю, вот все именно посмотреть. А так, чтобы просто смотреть телевизор, это вот мама, наверное, моя, 86-летняя смотрит. Там, не знаю, где-то еще люди в провинции. Вот я говорил, конечно, людям, когда люди приходят в 6 часов вечера, семьям делать нечего, и они смотрят. Но здесь, по-моему, основополагающая фраза – сделать нечего, нет? Ну, а что там делать? Там ад, нищета, и телевидение – это хоть какой-то выход, хоть в какую-то иную реальность. Вот Владимирская область, например, за рамками Владимира, или там, ну, вот мест, где живут богатые, ну, просто там 13 тысяч зарплата, 12 тысяч зарплата, разорение там, не знаю, наркомания, пьянство, тяжелейшая работа, страшная жизнь такая, плохие продукты и все такое прочее. Поэтому, собственно говоря, телевидение, мне кажется, не надо преувеличивать его влияние. Им хотелось бы, чтобы оно было большим. Но сегодня уже есть целое поколение, огромное даже, два поколения, для которых интернет, YouTube, какой-нибудь дудь, 4 миллиона просмотров. Этим не может похвастаться Познер. Это гораздо больше, чем Познера смотрит. Малахов, да, Малахов, наверное, вне конкуренции, он в прайм-тайм там ведет, но он не занимается политикой, он не занимается политтехнологиями, так переводит внимание на разные скандалы со звездами, когда, допустим, надо обсуждать там не выборы в Приморье, да, а Кокорина с Мамаевым. Вот тут включается Андрюша Малахов, как говорится, и начинается перевод внимания целевой электоральной аудитории. И это потому, что люди у нас по-прежнему находятся в плену у насаждающихся, получивших большое распространение предрассудков. И когда они смотрят на телевизор, они в последнюю очередь думают о том, откуда в телевизоре взялось то, чем их кормят. Они не думают, в чьих руках находится телевизор, кому принадлежат средства производства в телевизионном пространстве, кто в конечном счете платит за то, чтобы девушку танцевали. Эти вопросы люди все реже и реже задают, потому что, как не раз в этой студии обсуждалось, деградирует общий уровень, снижается общий уровень нашего образования. И кругозор нашего зрителя становится уже иногда просто смехотворно узким. Поэтому, когда он включает телевизор, для него весь мир сужается до масштабов человека, который находится перед ним в кадре. И он начинает как вот, ну, действительно, не хотелось бы таких сравнений, но как примитивное животное действовать по принципу «да, нет, верю, не верю», «доверяешь человеку». То есть мы погружаемся в крайний субъективизм. Мы свою жизнь, как в принятии политических решений нами, так и в оценке того, что говорят с экрана, мы нашу жизнь меряем какой-то такой вот субъективной меркой. Мы во всем пытаемся найти хорошего или плохого человека. Человека, который по моральным признакам, по своим моральным характеристикам заслуживает или не заслуживает доверия. Поверьте, все, что происходит в медиапространстве, все контролируется из кабинета Алексея Алексеевича Громова, в телевизионном медиапространстве больших каналов. И четко совершенно, есть вот электоральная аудитория, которая является ядром власти, голосует на выборах, которую задача или гнать на выборы, или наоборот оттянуть от избирательных участков. Сейчас, допустим, в Приморье задача оттянуть, чтобы не пришли, или чтобы в Хакасии не пришли. А когда, допустим, идет, безусловно, какой-нибудь фаворит, типа Путина, надо создать видимость, что гнать всех на выборы. Так они, телевидение, это не что иное, как инструмент мобилизации в России, по крайней мере, политическое телевидение, и не что другое. Технология мобилизации, она ведь действительно в какое-то время заставила их уверовать во всесилии Останкинской телебашни. Вот эта технология мобилизации постепенно, она пробуксовывать начинает. Она за последние годы, в значительной степени, в том числе потому, что массовое распространение получил широкополосный интернет, она девальвировалась. Я просто помню, ведь именно за эту технологию, вот эта вертикаль власти, вот этот позвоночник, пронизывающий всю нашу структуру административную, от столицы до самого бедного региона, за него шла война в октябре 93-го года, не просто так. За него дрались с применением всех олигархических ресурсов в 2000-е, правильно? И вот я знаю, просто я с этим сталкивался, иногда по касательной, как-то посещая какие-то кабинеты, я сталкивался вот с каким-то абсолютным упоением, с абсолютной верой во всесилие этого инструмента. Мне кажется, что эта вера, она сыграет с ними злую шутку, потому что всесилие уже далеко не абсолютная. Но она уже играет злую шутку, потому что, если следовать тем же самым исследованиям и тем же самым опросам, рейтинг власти, это что-то вообще не то, что падает, он просто уже, по-моему, сыпется. Это правда. Но фабрика по производству опиума, она работать от этого не перестанет, просто потому что она, ну, у нас инертность еще в административной нашей системе, она очень высока. Если это работало 10 лет назад, пусть работает еще. И да, действительно, я вот снимаю, например, в холодных, безработных деревнях или поселках, по образованию мы делали историю, или по каким-то другим, там, я помню, Псковская область, история Димы Яковлева, когда ребенка продали фактически за границу, я вот в этой нищей, несчастной семье снимаю. Это реально средневековые условия, в которых люди выживают. Да, средневековье, наверное, получше было. Потому что разрушено все вообще. Ну, это в прямом смысле средневековье. Средневековье, у тебя топор, там, ты рассчитывал на свои силы. Потому что я с бабушкой и дедушкой вот этого несчастного момента. Люди живут в аду по всей стране. Я с ними встречаюсь на рынке, где они торгуют молоком, как вот частные производители, потому что нет работы в округе никакой, в принципе. А, на тем не менее, я снимаю их. Я снимаю, я понимаю, что включен телевизор где-то там в дальней комнате. И поэтому телевизору показывают то же самое. Такое же шоу с криками, шутками, прибаутками и синхронизированными аплодисментами. Вот, и значит, этот опиум еще доходит, и он востребован. И люди вот эту нищету, эти страдания, в которых они живут, и через которые они вынуждены проходить, они не ассоциируют с тем общественным укладом, с той пропагандой, которая ведется правящим классом в интересах выгодоприобретателей вот этого общественного уклада. Они не ассоциируют. Для них это действительно какая-то небольшая форточка, через которую можно отвлечься от ужаса окружающего их ежедневно. Ну, если получается. Все меньше и меньше, все меньше и меньше получается. Вот о чем речь. У людей в стране происходит шизофрения, такое раздвоение. Знаете, с одной стороны, люди начинают вот на выборах, допустим, в Владимирской области. Это для меня был тоже огромный опыт. Во-первых, я сделал несколько выводов. Во-первых, Ютуб начинает смотреть бабушки. Ко мне подходили бабушки, которые говорили, вот мы вас видели в Ютубе, ваши стримы. Я офигевал. Где вы смотрите? Интернета нет. Стрим, это красиво звучит. Да, да, интернета нет. Люди, востребовано слово, открытое слово, в котором нет страха. Вызов власти приветствуется сейчас людьми. Вызов власти приветствуется. Мы Орлова просто вышибли оттуда. И проиграло все телевидение. За Орлова последовательно вписался Путин. За Орлова вписался Медведев. За Орлова вписалась Светлана Медведева. За Орлова приезжал Володин. Заседание. Это все транслировалось по большим каналам. А бабушка смотрела Стрима. А бабушка смотрела Стрима. Нет, смотрите, как работает сознание людей. Это все правильно. Вот Путин за Орлов, все правильно. Но когда конкретно речь идет о конкретной, вот как бы человек, его сознание отключается от телевизора, где люди смотрят, ну как же, ну не может же они ошибаться, да? Хотя так уже далеко не все думают. Уже далеко не все. Многие люди говорят, да лишь бы они все ушли, сгинули. Но многие говорят, вот, все правильно. Потом человек переключается на реальность. Вот у человека есть условия, говорят, две Орловых было. Одна Орлова с Путиным сидящей, наш губернатор, рассказывает. Ну, так надо, да? Это как бы некий такой, ну как бы такой вот эталон. Вот Путин, губернатор, там вот мы поддерживаем в телевизоре. А сейчас выяснилось, что реально, в реальности уже нет. Мы не хотим Орлова, мы не хотим Путина. Это очень важный момент. Вот я считаю, что произошло очень важный какой-то слом в этом году. Я не могу до конца понять, чем это связано. Но я считаю, что власть совершила ошибку зимой с Грудининым. Очень серьезную ошибку. Грудинин был настолько свежим лицом, с усами, такой вот как бы совхоз, там и так далее. Если бы власть его пригрела, он бы в тени Путина, на самом деле, Павел Николаевич, при всем огромном уважении, он бы так там вот и остался бы, и сел, его любили бы в тени Путина. Но открылись такое мочилово Павла Николаевича Грудинина, что вот именно здесь соскочила какая-то резьба, мне кажется. Я слышу, что резьба соскочила, когда весь этот хор орудий, вот вся эта батарея артиллерийская начала работать на оправдание пенсионной реформы. Мне кажется, это был, Костя, это был, кажется, второй шаг уже. Ну, это было абсолютно стопроцентным попаданием. Сейчас, по-моему, замучимся их шаги, считай. Нет, нет, просто компания с Грудининым была настолько аморальна, вот то, что происходило. То, что происходило, то, что пусть Костя не обижается, то, что вот на теледебатах на ВГТРК, понимаете, где главный юрист ВГТРК просто проводит эту бабу вместе с Сурайкиным за руку сама, в эфир телевизионных президентских теледебатов там и так далее. Я говорю, что вы делаете? Она говорит, ну, так надо там. Гришина согласовала. Ну, это, значит, зам, пред, значит, Центризбиркома. Уточняем, кто такая Гришина. Майя Гришина. И там вот как бы у людей некая запредельность возникла. Власть сама нарушила некий сценарий, который как бы можно было там, когда Жириновский кричит, когда там Собчак наезжает, это все понятно. Но когда сама власть показывает свой страх, зимой они показали страх перед Грудининым. Он был необъясним. Ну, казалось бы, ну что такое? Хотя мне-то понятно почему. Потому что в январе, когда они замерили рейтинги, у Павла Николаевича 34 было примерно, больше 30. То есть это была прямая угроза, как говорится, первому кандидату, скажем, который не участвовал в этом. И они испугались, что в его отсутствии как бы Грудинин пойдет вверх. И дойдет там неизвестно до чего. Зимой они показали страх, летом они показали свою абсолютно... А с пенсионной реформой, тут Кость совершенно прав. Они абсолютно показали то, что они... Это просто шок у людей. И причем все же ждали... Кость, ну ты смотри, вы не сработали, ведь обычно там выходила Матвиенко. Вот пенсионная реформа, это хорошо. И все говорят, ну, Валентина Ивановна разве... А сейчас никто им не поверил просто. Чем больше они говорили, знаешь, как вот у Булгакова, и чем больше Варенуха как бы рассказывал про злодейство Степы Лиходеева, чем меньше Римский верил в Варенухе, в конце концов увидел, что Варенуха-то вампир. Вот так же, чем больше они начали хором рассказывать. Помнишь, кто там? Да кто не рассказывал. Там Аршинова Алена Красовка выходила. Там снимали материалы прекрасные. А сюжет и утренник программы. Чем больше они рассказывали про прелести пенсионной реформы, тем ниже падал рейтинг власти. Ну, этот процесс же не закончился, во-первых. А во-вторых, я думаю, что вот начали говорить, да, что наша буржуазия, наш капитализм, он очень... Он слабый, напоминает наркомана с большими амбициями. И поэтому многое из того, что он делает, он пыжится, он изображает из себя какую-то жесткую систему, но в действительности он нередко сам себе наносит тяжелые увечья. И вот то, что они сейчас делают, это в прямом смысле членовредительство. Рабы политтехнологии. Да, они уверовали во всесилие этого инструмента. Этот инструмент уже давно рассыпается на части и вываливается у них из рук. При этом они сделали сами все для того, чтобы так было. И даже не тем, что они пенсионную реформу запустили, и было ясно, что так народ отреагирует. Я думаю, что в нынешних обстоятельствах продать эту реформу, сделать ее популярной, не было ни малейшей возможности. Нельзя было бы подобрать другую тетушку, которая рассказала бы об этом лучше. Потому что это уже просто невозможно упаковать. Подобрали именно те, кого подобрали, те же самые авторитетные журналисты по рейтингу. Но даже если отвлечься от этого, авторитетные журналисты. Что эти авторитеты сгорали моментально, просто как спички сгорали. Слушай, в тот момент, когда Собчак сказал, что я за пенсионную реформу, рейтинг пенсионной реформ рухнул на 40%. Кому-то же пришло на старой площади подключить Собчак. Которая не проходит под бредом прогрессивная молодежь. Вы же помните, что царь-то хороший, бояре плохие. Все ждали, что скажет царь. Царь вышел и сказал. Царь замелся, заживал. Иллюзии, в которых люди пребывают, одна за другой, как мыльные пузыри, начинают разрываться на глазах у людей. Их становится все меньше и меньше. И одна из этих иллюзий, в том числе, иллюзия, с которой живет правящий класс. Класс буржуазии. Это не какой-то абстрактный, элита, губерна. Это класс буржуазии, олигархи. Люди, получившие мелкие, средние, неважно какие собственники, получившие собственность в 90-е. Вот о ком мы говорим в первую очередь. Не о каких-то там чинушах. Чинуша это всегда человек на содержании у того, кто владеет заводом или нефтяной скважиной и так далее. Так вот, главная иллюзия, в которой они сами пребывали, это что этот инструмент, он позволит им вытянуть все, что угодно. Он их не раз спасал. А сейчас они добились чего? Почему я говорю, что они слабые, безвольные и непоследовательные, как наркоманы, которые ввязываются в драку с профессиональным боксером? Они же 10 лет тащили сюда широкополосный интернет. Везде. Они же проповедовали. В твиттерах червяков фотографировали. Они же все заводили аккаунты. Нет предприятия, нет колхоза, нет фабрики, нет ничего. Но есть широкополосный доступ. Вот они и добились того, что бабушка сидит в ютубе. А у бабушки больше ничего нету. Я снимал в таких деревнях. Где есть интернет, а жрать нечего. А зарплата 5000 рублей водкой. Больше ничего. А интернет есть. Бабушки надо чем-то заняться. И они создали что? Они создали что? Мне кажется, это довольно страшная ситуация. Они создали то, что наравне с федеральным, унитарным, пусть и трехголовым, стоголовым, четырехголовым телевидением, которое управляется откуда-то, за хвост держит этот чудовище. И оно действует так, как привыкли думать. Наравне с этим выросло сейчас, в полный рост встало на ноги, федеральное, негосударственное, ютубное телевидение, которое они вообще не контролируют, которым они управлять не могут. Они мочить только не могут. Они ничего с ним делать не могут. Дизлайками. И самое главное, что... Могут понижать рейтинг. А это тоже не работает. Нет, работает, работает. На самом деле, тревожным звонком, в этом смысле, была Украина. Потому что, когда практически все освещение событий было передано на откуп ютуберам и стримерам, помните, когда Харьков задымился, когда Одесса, когда Донецк, когда Майдан тот же, это немыслимая ситуация. Просто были слушания в Совете Федерации по информационной безопасности. Сидели большие дяди там с таким... Я участвовал. Вот. Я туда приходил и говорил, ребята, через какое-то время вы просто капитулируете перед интернет-контентом. Он вас замечает. И это произошло. И когда все федеральные каналы начали освещать результат какого-то батла рэперов, собравшего 30 или 40 миллионов просмотров, итоговая программа... То есть, это хорошо. Итоговая. Это говорит о чем? Ну, это же хорошо. Нет, я говорю... Это работает на нас. Это говорит... Это работает... Они сами рекламируют ютуб, которым они не умеют управлять. Это нарушение вот этого того, что они считали вертикалью. Но никакой другой вертикали нет. Ну, а зачем она другая нужна? Есть только ютуб. Начинаются свободные советы. Начинаются... Мечтанегри, понимаешь? Начинается, 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 начинается ютуб. А ютуб это точно такая же система, как и телевидение, только с другими собственниками и с другими администраторами. Нет, не просто с другими собственниками. Тебя никто не может в ютубе запретить. Элементарно могут. Тебя могут отключить за нарушение определенных правил. Прекрасно. Определенные правила можно менять. Пока на данный момент не может Громов позвонить в российский гугл и сказать, закройте канал Шевченко. Вот как это происходит, мы очень хорошо видим на примере. Дизлайкать могут. Могут Пригожину дать заказ. Пригожин своих троллей пришлет, они как бы дизлайкают. Я бы здесь не обнадеживался. Например, есть ряд социалистических сайтов, пытающихся проводить такую вот политику на объединение трудящихся разных стран. У тебя просто выталкивают из поиска, из строки поиска. Ты не всплываешь. Это, знаешь, государство в панике. Я предлагаю на секунду, на секунду перенестись во времена нашей практически романтической юности. Я сейчас, собственно, о том, что прошло с того времени уже 18 лет. Пропаганда, которая возникла за последние 18 лет, себя изжила по большому счету в данной ситуации. Что делает журналист? Ну, смешной вопрос. Вопрос нет. Вопрос... Я всегда задаю смешные и глупые вопросы в ожидании умных и проникновенных ответов. Не знаю, мне кажется, делать то же, что журналист обязан делать всегда, ориентироваться на единственного человека, чье мнение представлять... Сама ценила сейчас должна работать? То есть на своего читателя, слушателя, в конце концов, на людей. Это звучит банально, звучит пафосно, но я не вижу никакого другого ответа. Вот за все то время, что я в профессии нахожусь, я не нащупал никакого другого рецепта. И то, что говорил Боровик в этом интервью, это, конечно, тот же самый наивный идеализм. Сейчас потешаться над этим идеализмом до сих пор одержимы очень многие наши коллеги, и выбить его из голов невозможно. Нет никакой дистанции между властью. Кому принадлежит власть в обществе? Власть в обществе принадлежит капиталу, капиталу. Будет власть принадлежать в обществе пролетариату? Будет диктатура пролетариату снова? Значит, будут классовые средства массовой информации. И они будут обязательно выражать, проводить политику правящего класса. Обязательно, как было до 1991 года, они были абсолютно классовыми средствами массовой информации, средствами агитации и пропаганды советской. Они были таковыми. Либо-либо, нет середки, никакого другого третьего положения рубильника не бывает. И правда, она, как бы ни говорили, что одна истина, правда, она всегда одна. Вот если ты приезжаешь в разрушенную деревню, и люди там нечего жрать, у них уничтожили школу, у них нет трех взглядов на эту ситуацию. У них один взгляд. И они ждут от тебя правды, они ждут от тебя, что ты озвучишь то, что ты увидел. Не найдешь какую-нибудь там, какую-нибудь фигуру речи для того, чтобы это спрятать и примирить это с окружающей действительностью. А озвучишь, донесешь эту правду тобой увиденную. Вот, мне кажется, единственная там звезда и навигационная, на которую можно смотреть. Это было мнение идеалиста Семина. Нет, материалистов. Материалисты, Семина. Да. Хорошо. Вопрос злобному циннику Максиму Шевченко. Смешной. Что делать журналистам? Просто вопрос для журналиста, главный вопрос, это доступ к журналу, от которого происходит слово журналист. Если журнал ты сам можешь издавать, ну, как, допустим, Чернышевский издавал, там, Добролюгов издавал, да, Некрасов издавали, Современник. Ну, вот, значит, сами, значит, это был независимый народнический такой журнал, такой оппозиционный, резко оппозиционный по отношению к власти, в котором... Ну, то есть журналист на федеральном канале сосуществовать не может просто? Ну, просто ты идешь, ты идешь, тебя нанимают на работу, что ты заключаешь контракт, и условия этого контракта не должны для тебя быть неожиданностью. То есть, если ты идешь на первый или на второй канал. То есть, если ты идешь на красную линию, то, наверное... Твоя внутренняя позиция может совпадать с политикой канала, на который ты идешь? Ну, конечно, может. Ну, так это же прекрасно. Поэтому я с чем с Костей не соглашусь, вот, точнее, соглашусь во многом, просто дополню моего прекрасного коллегу и товарища, что вот даже разоренную деревню, можно же по-разному Косте ее показать. Можно сказать, эти люди сами виноваты, что они так живут, они плохо работают, они не инициативные, там они не читали фон Хаека и... Ну, это будет разновидность у лжи, я думаю, просто. Ну, это будет разновидность у классовой позиции. Ты можешь прийти и сказать, вот, смотрите, вот это вот люди, которые не хотят жить в пост-аносториальной экономике, которые как бы не хотят слушать то, что говорят в Сколково. А можно прийти и сказать, эти люди являются жертвой чудовищной политической эксплуатации, экономической. У них отобрали будущее, у них отобрали политические рычаги влияния на ситуацию, экономические, их просто превратили в рабов, из которых вытягивают жизнь. Ты показываешь одну и ту же деревню, но совершенно по-разному интерпретируешь. Ты зовешь экспертов, зовешь Константина Семина, который говорит, это просто наглый результат классовой эксплуатации. Только диктатура пролетариата может вернуть этим людям статус людей. Зовешь какого-нибудь другого эксперта, который говорит, вы знаете, ну, это просто неудачники, им не повезло, мы им будем оказывать гуманитарную помощь. А вот нам повезло, нам все хорошо, мы топ-менеджеры, там, не знаю, РАУ, ЕС какого-нибудь, у нас все волшебно. Мы прогрессивно работаем, поэтому сама по себе картинка ничего не объясняет, это не журналистика. Журналистика – это все-таки интерпретация картинки. Одним из величайших журналистов был Ленин. И ленинская журналистика. Ленин писал в день по статье, ну, там, в три дня по статье, да. Причем многие эти, все статьи были всегда злободневны, всегда актуальны и всегда имели резонанс. Ты можешь сказать в узком кругу, но, как мы видели, потом этот узкий круг стал широким кругом, да. Поэтому я считаю, что журналистика – это прежде всего, конечно же, позиция и интерпретация как следствие позиции. Это же не шутки все. Вот, и я боюсь, что это может привести уже к гораздо более серьезным последствиям, когда людей будут со всех сторон, не с нашей только лишь, да, со всех сторон, с украинской стороны, что-то по-другому, что ли, события развиваться? То же самое. Запихивать в мясорубку будут. А делать это будут при помощи той же самой телевизионной ступки. И поскольку человеку в мясорубку не хочется, лезть он туда не будет, и доверие к этой ступке будет постепенно выветриваться. А вот что, мне кажется, остается без ответа, это вопрос о том, ну, вот предположим, да, рухнуло это доверие, позвоночник этот рассыпался на позвонке. Что дальше? А чем его заменить? Ютуб, я не согласен с Максимом, что Ютубом это можно заменить. Я наоборот считаю, что единая система государственной пропаганды бы, если бы когда-то вот этим народным силам условной Красной Армии удалось бы вернуть себе власть, да, вот это вот средство пропаганды, диктатура информационная, да, диктатура информационная, она была бы необходима. Но как ее осуществлять? Ты выходишь в Ютуб, и ты смотришь на свою микроскопическую аудиторию. И печатный станок, и интернет-право, значит, хостинг, и ютубинг там, и все что угодно, это просто инструменты, главное это то, что у тебя в голове. Слушайте, давайте сначала победим, мне очень нравится наш оптимизм, честное слово, как только Красная Армия появится на горизонте, мы сядем уже более предметно... ...после революции, до революции еще, как говорится, на эти революции это не гроза, она сама по себе не происходит. Соответственно, по факту этому мы сядем и обсудим, как мы будем проводить нашу пропаганду в жизни. Спасибо большое, спасибо за разговор, спасибо за то, что пришли. Спасибо. Это был телесоскоп Антон Гришин, смотрите телевизор, увидимся.